Миро, мигер, полно! Тренер. Тренеру. Линию. Трудно сказать, трудно сказать. Это печаль. Рейкализация игры. Поражение даёт вас всё знать. Вперёд, мигер! Ну, как вы справляетесь с давлением? С давлением? Да. У меня, друзья, для вас несколько новостей. Во-первых, я, конечно, с большой радостью хочу вам сообщить, что у канала «Спортс.ру» появляется партнер. Это детско-юношеский футбольный центр «Жаский ран». Что это такое, подробнее расскажу в конце недели. Новость номер два звучит так. Начиная с этой недели, по вторникам, мы будем выдавать для вас выпуски новостей с очаровательной ведущей. Поэтому необходимо подписаться, чтобы ничего не пропустить. Оцените, пожалуйста, этот формат в комментариях. Мы будем знать, что с ним дальше делать, куда его вести. Ну что ж, все больше и больше людей собирается возле центрального стадиона. И как вы оцениваете последние результаты латинского клуба? Не удовлетворите. Можно объяснение от вас получить? Не серьезная игра. Шпилевский, как выяснилось, не совсем правильный тренер для команды «Кайрат». «Кайрат» хочет много проигрывать, но мы за него все равно болеем. Ну это отлично. А почему поражение? Из-за чего? Не знаю. Игроки хотят, наверное, устроить бойкот тренеру. «Кайрат», я думаю, потерял рисунок игры и вся проблема в тренере. Потому что парни бьются, видно, что… Но это не тот специалист, который нужен «Кайрату». Удовлетворительно за то, что он как бы омолодил состав, во-первых. Во-вторых, то, что, ну, пытаясь внести какие-то корректировки, ну, оно у него не получается. Как вы видите дальнейшие шаги от руководства «Кайрата»? Какие будут правильные? Надо в корень менять. Менять в первую очередь тренера. Так. Входят слухи, что, возможно, будет Курман-Берды. Ввергнуть своих игроков вошли. Ну, команда должна собраться, в принципе, наверное. Может быть, что-то укрепит. И Длинин, молодой. В чем, на ваш взгляд, проблема? Я думаю, наверное, в игроках. Как так один гол в восьми матчах? Объясни мне. Ну, получается так. Ну, получается, кто может выиграть. Ну, видите, мы проигрываем с самым командой, но выиграем всех, кто лидирует. Да, вовсе. И надеемся. В целом, в семь еще поединков, где нет ни одного гола, не пугает такая тенденция? Нет, не пугает. Но мы-то смотрим красивый футбол, не обязательно за результаты. А почему не удается набирать очки и подниматься в тренерной таблице, на твой взгляд? Я этого, к сожалению, не знаю. Смена тренера. Вам тоже нужна смена тренера? Все говорят про смену тренера? Нет, слышь. Вот сегодняшней игры будет зависеть очень многое. И Кайрат и Иртыш в последних турах потерпели немало поражений. Откатились далеко-далеко в турнирной таблице. Даже в СМИ муссируются слухи о том, что в Алматинском клубе все-таки произойдет тренерская отставка. Хотя... Мы точно понимаем, куда мы идем. И мы понимаем, что Шпилевский у нас должен отработать три года. Не знаю, как, чего ждать. В принципе, мне кажется, что несмотря на недавнюю победу Иртыша над Астаной, это был единственный на самом деле гол за 8 туров в исполнении Павлодарского клуба. Сегодня мой прогноз, личная победа минимальная. То есть 1-0 или 2-1 Алматинского клуба. Поэтому отставки, скорее всего, на мой взгляд, все-таки Шпилевского не случится. Что происходит с футбольным Кайратом? Я жду Виктора Скрипника. Такая утка прошла, помнишь, где-то. Свердера Павельный. Мужчина может прийти. Ты можешь посмотреть, в Инстаграме я закинул... Это ты? Про Давиду еще. Первый источник? От Скрипника? Нет, не я. А кто? Вести, по-моему. По-моему, Вести. Они написали, что Скрипник придет, и я жду теперь вот так вот. Так, как Кайрат Саюдаешь сказал, что не при каких обстоятельствах... Я помню, я был на пресс-конференции перед началом сезона, когда он сказал, что... А потом еще в интервью нам повторил, что 3 года будет ни при каких обстоятельствах никаких кадровых решений. Это печаль. Здесь можно вставку ставить, это печаль. За исключением последних двух туров, то, что они играли, это... Это был определенный оптимизм. Сейчас просто они сбали. Сейчас, во-первых, накапливается какая-то определенная усталость, возможно. Эмоции немножко ниже. Ну, заметно, что ведется с точки зрения тактики какая-то стройка в команде. Ну, первые, сколько, 7 туров явно прослеживалась такая вертикализация игры. И адаптация к этой игре, именно вертикализация. Игра, может быть, не так смотрелась, но был определенный результат. Но последние игры, последние две игры, по-моему, или три, немножко стали больше комбинировать. Там фланги начали работать. Но в хуже время нет результата. Это и есть тот самый современный европейский футбол, да? То, что строится. Ну, современный футбол строится на звезд. Так, ну, все, идем на стадион. Ребята встретили снова Кайрата, светающий. Буранбаев, он говорит, что комментарий на камеру пока хватит. Наговорил довольно много. Без камеры говорит, что отставки не будет. Идем смотреть футбол. Мы с девушкой пришли и стали они кушать. Мы с девушкой пришли и стали они кушать. Жара с первых минут. Первый гол мы пропустили, поэтому воспользуемся помощью ПФЛК-ТВ. ПФЛК-ТВ. Мы играем седьмую игру через два дня на третьем. Ну, так невозможно играть. У нас много травмировано. Травмированный Витас, травмированный. Фанцеха был травмирован. Попов травмирован. Можно продолжать. Дубра только после травмы вышел. Сегодня первую игру играл. А Кайрат намного лучше играл сегодня. Кайрат намного лучше играть. ГОВОРИТ НА ИНОСТРАНСКОМОМ ЯЗЫКЕ АПЛОДИСМЕНТЫ БОЛОДИСМЕНТЫ 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 Как дела в Кайрате в команде в раздевалке? Скрытое напряжение чувствуется? Ну, видите, поражение дает вас все знать. Есть какая-то нервозность, есть давление, есть недовольство болельщиков. Учитывая то, как редко в последнее время забивают артыш, на это был акцент сделан при подготовке? Ну, в принципе, нас предупреждали, что их не козырь, это стандарт. И нам хотелось бы, чтобы не валить возле ворот. Но так получилось, что мы свалили и забили. То, что мы опять сами себе усложнили в жизни, тоже факт. Забей в первом тайме, реализуй наши шансы. Их было очень много, стопроцентных. Поэтому исход был совсем другой. Каждую группу поем с новыми у нас, чтобы победить, да, победить. Хотим, например, сначала побеждать и радовать болельщиков и себя, потому что, где мы сейчас находимся, мы не будем в этом находиться. Володарцы вперед! Володарцы вперед! Володарцы вперед! Володарцы вперед! Как вам кажется, сколько времени потребуется еще для того, чтобы команда заиграла так, чтобы вы были абсолютно довольны? Трудно сказать, трудно сказать, потому что, ну, естественно, трудно сказать. Ребята очень стараются, просто, скажем, мы сейчас у нас фрагменты где-то минут 20-30, я могу сказать, я очень довольны. Потом есть периоды, где мы сведаем, где мы опять падаем в старую дилемму или в старые свои какие-то привычки. Вперед, корот! Алматинский! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Самое главное это было, что мы опять наконец-таки выиграли, брали три важных очка, особенно для ментальности. Это было очень важно, потому что, естественно, последние недели для ребят были нелегкие. Ну, как вы справляетесь с давлением? С давлением? Да. С каким? С психологическим. Вы молоды, есть игроки, которые по авторитету, возможно, даже больше, чем вы, ну, для болельщиков, я имею в виду. Очередание негативных результатов наверняка вас каким-то образом это может поддавливать, когда вы один наедине с самим собой. Ни в коем случае. Уверен на работу. В чем не терять? Я уверен в том, что я делаю, уверен в игроках, уверен в том, что я их мотивирую. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В каждой игре у нас есть своя установка, и стараемся выполнять, что он тренеру говорит. Не всегда это получается, но я говорю, что за сегодня точно за стороне можно будет споставить, да. То, что происходит вот сейчас, как воспринимается коллективом? Старожилами? Не, ну, конечно, поражения всегда дают свои нюансы. По-любому. Мы сколько? 4-3 игры подряд поиграли, и это как-то влияет, потому что мы все профессионалы. Не видел ни одного команда, то, что мы проиграли, и как-то все обходили веселье, с неба. ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Сейчас прошло только 1-3 чемпионата, 2-3 осталось. В принципе, все нужно поправить. Реально ли к началу европейской кампании привести команду в таком состоянии, чтобы она боролась за выход в групповой этап? ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Будем стараться, обязательно. ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Вы верите в это? ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Стас, нормально? Стас, нормально? Честно, спорный момент, да. Что-то мне обаковым подошел, он говорит. Да там тебе кричит, по-дружески, главный арбитр. Желтую даму, иди. Уйдите, уйдите! Какую задачу пока еще реально ставить перед командой Физони? Ну, Кайрат всегда ставит максимальная задача. Сейчас у нас, ладно, мы в Курке и вылетели, но сейчас ставится максимальная задача. Честно, это никто не обсуждается. И вполне реально, да, никто крест не ставил еще на том, чтобы завоевать золото? Нет, нет, нет. Никто, по-моему, крест не ставил. Европа? Европа тоже максимальная задача, честно. Усиление нужно? Я думаю, пару позиций по-любому. Слабек, почему интервью не нужно? Каким интервью для себя? Дай сейчас интервью. 30 секунд. Что надо сказать? Прямо по словам продиктовать? Скажи, Кайрат выиграет Лигу чемпионов в этом сезоне. Скажи, в этом сезоне выиграет. В этом сезоне выиграет, но мы в Лиге Европы не Лига чемпионов. А ты скажи, что Лига чемпионов выиграет. Выиграем Лигу чемпионов. Все, пойдем. Все, пойдем. Стhen, ты! Вмень añ, двигает Лигуев «оуевый», Как скажи, Лига чемпионов,